специальный мануальный массаж продолжаем тренинг наш да еще делаем шейно-воротниковую зону вот мы стоим в позе такой покачиваясь немножко до пружине тем самым расслабляя свой позвоночник да и можем маневрировать сюда сдвинуться если надо или сюда сдвинуться чтобы лишний раз не бегать вокруг стола там дальше что-то надо будет сделать стоите здесь и как вы сами упражняетесь это вот сет номер один сама наша основная поза со стороны головы то же самое в принципе делается когда человек сидя на стуле да он также может через спинку стула перекинуться либо вот на стол наклониться через подушку до перекинуться туда вот мы начинаем растирать трапецию по очереди одновременно перепонкой между большим образом пальцем это растирание поэтому слышим шорох и так быстро 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 руку ставим на кроме на отросток где впадинка да и начинаем обжимать дельтообразные мышцы вот так большими пальцами по кругу вокруг костей как поджимая их от костей идем вокруг лопаток и вот сюда возвращаемся к холке исходному положению это прием называется крылья купидона как бы мы нарисовали перышки какие-то и получились маленькие крылышки захватили лапа леопарда трапецию натянули на себя скатерть тянем на себя и рука превратилась в кулак вот у холка у людей до часто беспокоит здесь я вам говорил что по ассистно-моторскому желательно не водить костяшками но здесь можно здесь человек терпит нормально вот прям через эти костяшки туда сюда по всякому на скручивание все это жестко проминаем попереку также можно прямо костяшками видите с утяжелением можно если у человека реальная холка а это ну прежде всего это жиры так называемая липома только которая никак жира их в капсуле да а который просто здесь скопилось и также иногда бывает поддерживается тем что два позвонка или три позвонка седьмой шейный первый второй грудной они выпирают немножко вот назад поэтому с ними работаем достаточно жестко в направлении в тело вот туда прям всем весом туда выдавливаемся иногда может применить даже ударной техники прямо сюда следующий прием называется еврейский канделябр который минор и кличут значит мы его рисуем как отводим кулаки в сторону уперся кремиальные отростки и вот прям вот растянули эти плечи растягиваются потом от уголки лопаток они болезненные с ним костяшками вести поэтому мы сводим кулачки вместе обходим эти уголки и разводим руки вот здесь развели и получается вот на теле видите нарисовали подсвечек то есть вот это мы нарисовали основание стержень и вот подсвечники сами по 4 с каждой стороны уперлись тазовые кости и протолкали их назад с декомпрессией по очереди вот так левую правую левую правую то есть вот от нашего базиса как он говорил да все кости мы толкаем которые растут ниже толкаем туда в сторону пяток второй проход минор и опять раздвинули уперлись соединили прошли мимо уголков лопаток и прием называется бурлин транспортер спустился с горочкой едет едет уперся в тазовые кости опять же повторяюсь не в мясо а именно в кости но костью в кость больно будет поэтому немножко вот через складочку такую кожаную да очень раньше мы там уперлись и протолкали его вниз вибрация такой получается бурлин транспортер спустился с горочки и забуксовал в низине как отвода молоток туда отталкиваем таз третий проход миноры развели с упором как раз соединили и как правило там не хватает 9 подсвечника должно быть 9 сифирот это еврейская жилигия мистическая такая соответственно 9 сифирот на не хватает 9 9 подсвечника моего большими пальцами тут как вот так вот рисуем видите его то упираемся в сустав ппс его вот так вот по диагонали на скручивание во всяком проработали и как бы заживу зажигаем свечки у подсвечника вот проработали всю подсвечную кость до краев да вот даже где подсвечники упираемся теперь в тазовую кость а здесь в выпирающую ось лопатки вот он торчит и на себя соответственно здесь на себя а здесь вот себя по диагонали потолка это вот пружинистая чтобы сильнее толкать да вот на себя у вас сладенькая рука будет а если вы локоть крутите вот так вот да то будет посильнее вот посерьезнее если мне хватает длинный рук да то можете вот прям локтем перется предплечьем точнее вот диагональная растяжка и следующий прием заключительном свете номер один это художник стирает картину которую будут нарисовали за таз потянули вверх за ребра потянули вверх лопатки развели и сбросили энергетику вниз два-три прохода таких можно сделать за ребра я уже он говорил да что мы как бы хватаемся пытаемся межреберное расстояние увеличить и растрясти межреберные мышцы избавляя человека от межреберной неврологии красиво уходим вот сюда восстанавливаемся в исходную позу получается у нас был сет номер один это плечик листовая зона сет номер два будет конкретно шейно-воротниковая зона то есть вот это вот и сет номер три это будет волшина черт головы вместе с ушами об этом будем разговаривать в следующем видеоролике с вами был олег алабудин даю свет даю знания подписывайтесь и приходите на тренинги